Отучаем ребенка от груди, когда и как. Судя по количеству писем на тему отлучения, она волнует многих мам. Сегодня это и обсудим. Говорить об отлучении можно много, но коснемся самого главного. До скольки кормить грудью – рекомендации ВОЗ. Много раз уже говорила, что грудное вскармливание для малыша – не просто кормление. Это психоэмоциональный и телесный контакт с мамой. Он очень важен для гармоничного развития ребенка, поэтому не спешите отучить сосать грудь. Читайте важную статью о кормлении грудью ИДЖИТИ, 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 грудное вскармливание – это определенный процесс. А значит, имеет начало, продолжительность и логическое завершение. Он напоминает беременность, зачатие, вынашивание, роды. Ни одна здравомыслящая мама не стремится родить на 2-3 месяца быстрее, какая бы она ни была уставшая и не выспавшаяся. Поскольку понимает, что это чревато нарушениями здоровья у ребенка, некоторые системы и органы малыша еще не до конца сформированы. А сколько придется потратить времени и сил на уход за недоношенным малышом? Тут то же самое. Грудное вскармливание – следующий важный этап в жизни малыша и мамы после родов, за период которого у ребенка, помимо физического развития, формируется иммунитет и базовое доверие к миру. Обратите внимание, Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить детей грудью до двух лет или дольше, если согласны мама и ребенок. Другое дело, что тут уже мама главная и дает грудь, когда это возможно и удобно маме. А не по первому требованию малыша. Читайте интересную статью о том, как реагировать на детские слезы и GT, и GT, и GT, пора или нет, учитываем возраст малыша. До шести месяцев грудное молоко – единственное, чем должен питаться ребенок. Плюс постоянный контакт с мамой просто необходим. После этого возраста до одного года, хоть и вводится прикорм, который, скорее, знакомит грудничка со взрослой едой, грудное молоко остается его основной пищей. Читайте о педагогическом прикорме и GT, и GT, и GT. Если вы решили отучить по каким-либо причинам ребенка от груди в этом возрасте, то сто раз подумайте. С одного до двух лет в год ребенок еще сильно привязан к маме и не готов к отлучению. У него сильный сосательный рефлекс, хотя сосет уже реже, чем новорожденный. Читайте актуальную статью «Кормление грудью после года» и GT, и GT, и GT, важно. В молоке, которое вырабатывается после года, резко увеличивается объем веществ, помогающих формировать и укреплять иммунитет малыша. Как раз в это время на маму со всех сторон начинают сыпаться фразы «Ты что все еще кормишь?» Да он уже большой, хватит ситькой кормить. Там уже ничего полезного нет, прекращай ерундой заниматься. Знакома, и маму терзают смутные сомнения, может, и правда надо отучить. Часто желание поскорее отучить ребенка от груди. В один год мама аргументирует плохим поведением малыша, ходит, как хвостик. Постоянно висит на груди, о причинах читайте в статье «Ребенок после года висит на груди, что делать и GT, и GT, и GT, и GT подмигивающее лицо, спит только с грудью». Но такое поведение ребенка никак не связано с грудным вскармливанием. Это моменты воспитания и отлучения этих проблем не решает, а наоборот, усугубляет. При проблемах со сном малыша смотрите интернет-курс «Как научить ребенка засыпать и спать без груди и GT, и GT, и GT» после двухлетнего возраста. Часто слышу вопрос от мам, проходивших мои курсы по ГВ, «Ну, вот ребенку два года. Как его отучить от груди? Он уже все понимает. Сложно, наверное. Читайте статью «Как перестать кормить грудью и GT, и GT, и GT». Да, в районе двух лет ребенок уже больше понимает, становится более самостоятельным. С ним можно договариваться, дам титю, когда придем домой или когда покушаешь кашу. И обязательно делать это, чтобы у малыша закрепилось доверие к вам и уверенность, что с грудью все в порядке. А также можно отвлекать малыша, например, интересной игрой, чтением книжки. Поэтому вопрос, «Как отучить от груди в два года?» уже уместен. Как точно не нужно отлучать? Если вы уже точно решили отучить малыша от груди, учли особенности его возраста, то изучите сначала, как отлучать нельзя, резко. Резкое отлучение очень жестоко по отношению к обоим. Малышу грозит подорванным иммунитетом, капризами и истериками, отсутствием аппетита, нарушениями сна, заиканием, недержанием мочи, затяжными болезнями и так далее нарушается его доверие к маме и к миру. У вас может возникнуть лактостаз и мастит, а также чувство вины и жалости к малышу. Читайте важную статью о симптомах и лечении лактостаза у кормящей матери ИДЖИТИ, 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 уезжать. Малыш привык, что мама всегда рядом. С ней он чувствует себя в безопасности. И тут вдруг раз и мамы нету, да еще и надолго. Слова бабушки о том, что вы скоро приедете, ребенок не воспринимает, он не ориентируется во времени. Ему кажется, что мама исчезла навсегда. Мало того, что ТИТИ нет, еще и самого близкого человека. Трагедия. При отлучении ребенку нужна поддержка. А поддержку может дать только мама. О том, с кем лучше оставлять малыша во время вашего отсутствия, не для отлучения, читайте интересную статью бабушка или няня, кто. Лучше ИДЖИТИ, 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 перетягивать грудь. При перетягивании нарушается кровообращение в груди, молоко вырабатывается хуже, что, конечно, приведет к снижению, а затем и к прекращению лактации. Но, вместе с этим вы получите, застой молока, осложнение в виде мастита. Читайте подробнее о мастите у кормящей мамы ИДЖИТИ, 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 подмигивающее лицо, испорченную форму груди. Я пробовала этот способ, ощущения не из приятных. Причем молоко, как мановение волшебной палочки, никуда не исчезло. Мазать грудь. Кажется, да что такого, намазал зеленкой или горчицей и готово. Малыш сам откажется от груди. Но все не так просто. Важно, помимо того, что ребенок может просто обжечь слизистую рта, пососав грудь с горчицей, здесь еще и психологический момент. Представьте, малыш длительное время сосал грудь, переживал под тетей болезни, страхи. Грудь – это безопасность для него. И вот ему показывают зеленую титю и говорят, фу, титя испортилась, она плохая, бей. А грудь ассоциируется с мамой, значит и мама стала плохая, испортилась. Ребенок подсознательно делает вывод, раз я люблю титю и маму, а они теперь плохие, то и я плохой. По-моему, печально. Применять медицинские препараты. Их применяют, например, когда после родов с ребенком случилось несчастье. И маме кормить просто некого. В организме идет мощный выброс пролактина, отвечающего за лактацию. Чтобы этот процесс полностью загасить, врачи могут рекомендовать этот способ. Замечу, принимать таблетки нужно не один день, так что от молока быстро вы не избавитесь. Внимание! Медицинские препараты для прекращения лактации имеют множество побочных эффектов, вплоть до сложностей с дальнейшим зачатием и вынашиванием. Это мощный гормональный сбой в организме женщины. Отлучаем правильно, составляем план. Самое важное в этом процессе – уверенность, готовность мамы отучить о груди, ее положительный настрой. Если еще учтены рекомендации по возрасту, а в идеале малышу больше двух лет, то мои рекомендации вам помогут завершить лактацию плавно и безболезненно. Итак, как же отучить о груди правильно? С этого момента носите закрытую одежду. Не переодевайтесь при ребенке. В общем, исключите все моменты, провоцирующие малыша. Заметьте, сколько раз вы кормите в сутки и какое количество раз малыш просто прикладывается на минуточку, если мама вдруг присела. Начинайте отучать самых простых кормлений, когда малыш бодрствует. Его легко можно отвлечь игрой, книжкой. Сходите погулять или даже в гости. Главное, не сидите на месте, ребенок воспринимает это, как намек пососать титю. Закрепите некоторое время. Далее, идут кормления на пробуждении от сна. Вставайте раньше ребенка. После сна пусть привыкает находиться какое-то время один. Когда проснулся, отвлекайте чем-нибудь интересным. Не обязательно игрушкой. Можно предложить посмотреть в окно или выбросить использованный подгузник. Или сразу идите на кухню кушать еду за столом. Вот и добрались до кормления и на засыпании обычно это самый длительный этап. Его цель – разнести по времени сосание и засыпание. Придумайте некий ритуал после кормления, который малыш будет ассоциировать со сном – чтение, обнимашки, массажик. И соблюдайте его. Читайте полезную статью о ритуалах перед сном и джи-ти, и джи-ти, и джи-ти. Дальше подобным способом пробуйте сократить число ночных кормлений. Завертелся, погладили. Итак, постепенно отлучаем ребенка от груди ночью, если вам что-то до конца не ясно, нужно больше способов, хотите составить личный. План отлучения с учетом особенностей вашего малыша, приходите на курс формулы отлучения и джи-ти, и джи-ти, и джи-ти. Продолжение следует...